Мы многонациональная семья в этой большой России. Мы должны друг друга защищать. Солунбек приехал из Чечни. У него большая семья, семеро детей. Сыновья взрослеют, и отец решил подать пример патриотизма. По профессии он водитель. Знает, что его навыки востребованы в зоне специальной военной операции. Я должен делать то, что я должен сделать. Детей я вырастил, сыновей поставил на ноги. А я после этого чувствую, что у меня есть обязанность перед нашей родой. Все контрактники, которые отправляются на военную службу из Татарстана, могут получить до полутора миллиона рублей. 195 тысяч от Минобороны, миллион пять тысяч республиканские выплаты, от муниципалитетов до 300 тысяч. Страну защитить, героям прийти. Без разницы, раненые, не раненые, как примут. Из родных у меня никто не был контрактником. Ну, не знаю, чисто вот из семьи я один буду контрактником. Ну, появилось желание вот так, спонтанно. Нижнекамец Артур прошел службу в морском флоте. Ему 39 лет. Дома будет ждать семья. Часть выплаты, говорит, ему уже перевели. Принял вообще-то для себя это решение. Друзей, по-моему, там как-то созванивались, переписывались. Охота к своим ребятам. Матушка-земля, как говорится, кормила меня. Долго-то тоже надо свое отдать. В центре «Патриот» каждому бойцу выдают рюкзак с самым необходимым. Здесь одежда, спальный мешок и другие вещи. По решению правительства, были выделены деньги на закупку первоочередных наиболее нужных вещей для наших контрактов, которые отправляются на СВО. Был проведен анализ и закуплено имущество. Порядка 19 наименований. То есть, первое необходимое, то, что некоторые вещи могут не выдаваться в части, то есть обеспечивает республика. Из Казани в места боевого слаживания еженедельно провожают три группы бойцов. Подробную информацию об условиях контракта можно получить по указанным на экране номерам. Искандер Гималдинов, Игорь Романов, ТНВ, Казань.